Расскажите, пожалуйста, о представляемом проекте сегодня. Сегодня на выставке «Транспорт России-2016» представляется компания «Зао Струнные Технологии», город Минск, Республика Беларусь, и мы презентуем наши инновационные разработки в области транспорта, которые, можно сказать, со вчерашнего дня начали в железе, в металле, проходить свое тестирование в городе Марина Горка, Беларусь. А какие преимущества основные для жителей принесут? В первую очередь, я бы сказал, даже не только для жителей планеты, наверное, или для покупателей, для заказчиков, можно сказать так, для рынка. Мы говорим о дешевизне, низкая стоимость путевой структуры, низкая стоимость подвижного состава, экологичность, большие объемы возможной перевозки людей, пассажиров, пассажиров грузов из-за немного другого подхода к логистике по сравнению с традиционными видами транспорта. Дешевая стоимость, она связана с стоимостью строительства? Это входит в эту стоимость составных частей, путевой структуры, опор, инфраструктура, связанная с посадкой и высадкой пассажиров, то есть станции, депо, связанная с системой управления, которая также разрабатывается нашей компанией, и подвижные составы, которые не представляют из себя большие, массивные, традиционные поезда или вагоны, а компактные, легкие, дешевые транспортные капсулы, можно сказать так. А от кого выходит стоимость за километр? Ну, я не очень люблю говорить по этому вопросу в связи с тем, что мы тогда представляем, смотря где, да, то есть это в горной местности, на равнине, какие объемы мы должны перевозить, как далеко находится, например, надо везти в джунгли или надо везти рядом с городом, то есть понимаете, да, тут очень можно с цифрами аккуратно надо быть, и с такими вопросами, вот. Поэтому можно сказать грубо, да, что для городской перевозки мы можем дать цену для путевой структуры под ключ, это имеется в виду и путевая структура, и подвижной состав, систему управления, где-то от 1 до 3 миллионов долларов, грузовая примерно выйдет в такой же стоимости, вот. А если говорить о высоких скоростях, 200, 300, до 500 километров в час, то мы можем уже заявлять от 5 миллионов долларов до 10 миллионов долларов, где-то так примерно. А когда ориентировочно, сейчас уже прошли испытания в экотехнопарке, А когда вот люди смогут сами вот посмотреть, попробовать быть не экземпляры, которые представляются на выставке, Вы имеете в виду коммерческое применение технологий, да? Мы сейчас работаем с потенциальными заказчиками из нескольких стран. Это Австралия, представители которой были у нас вчера на экопарке и воочию наблюдали запуск. Это крупнейшие инженерные корпорации, которые задействованы в строительстве высотных зданий в Дубае. Это профессиональные оценщики, которые оценивали капитальные операционные затраты строительства и технологии. Это в том числе политические корпоративные лоббисты. Также были представители филиппинской крупнейшей компании. Это инфраструктурный гигант, который строит по всем Филиппинам дома, транспорт, энергетику, с которыми мы познакомились и на трансе в Берлине. Были представители России, Израиля, Канады. Поэтому сейчас мы со всеми этими странами работаем, в том числе Индии еще. С этими странами мы работаем, где первыми получится максимально подвинуть проект. Я думаю, что в ближайший год будет уже точно ясно. В следующем году будет точно ясно. Вот такое знаменательное событие произошло. Первое испытание. Расскажите немножко об этом. Как они прошли? Испытания прошли замечательно. Конечно, мы начали тестировать это еще немножко раньше, для того, чтобы все было красиво, правильно. Скорость наш модуль показал на испытаниях 37 км в час. И мы планируем ее увеличить в ближайшие 2 недели до 50, а потом, укрепив путевую структуру, достичь заявленной скорости 150 км в час. Испытания прошли замечательно. Вы понимаете, были профессиональные инженеры, которые, когда видят конструкцию, видят не то, что конкретно обыватель, просто завершенную конструкцию, он видит потенциал. Он понимает, что если даже у текущей технологии поменять транспортный двухместный модуль на небольшой контейнер на 300-400 кг, то с помощью уже этой путевой структуры, легкой, ненапряженной внутри, можно возить объемы до 5-10 миллионов тонн. Они видят потенциал, поэтому с ними, с профессионалами, работать легче. Ну и скажите, напоследок, сегодня уже подходили официальные лица, как они отзывались о изменениях? В первую очередь, было очень приятно, что наш тенд посетил Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, который в 2009 году первый презентовал эту технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Ульяновской области на Госсовете по инновациям. И он с большим удовольствием увидел, что проект развивается. Тот проект, к которому он приложил всего серьезные усилия, потому что, сами понимаете, для чиновника высокого уровня предлагать проект, который развивается, это серьезная ответственность. Он не побоялся ее, он показал ее Медведеву, и сейчас он видит плоды того своего, скажем так, части, частички своей души, которую он втахнул в проект. Поэтому он провел где-то здесь примерно минут 15. Мы пообщались около стенда, рассказали про наше продвижение. Он дал свою визитку. Мы будем работать с ним теперь уже как и с Челябинской области, с которой мы чуть-чуть ранее подписали соглашение о сотрудничестве. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok